И всем нам приятный, добрый, воскресный день. И мы сейчас едем с моей красавицей дочкой и с моим мудрым отцом. Едем мы, как вы думаете, куда? Абсолютно верно, мы с вами едем до Гамес. А по дороге наши друзья, ой, второй друг, третий друг. Я специально снял репортаж, потом вам покажу. Они едут сейчас на пляж Альбатрос забирать плохо припаркованные машинки. А мы с вами едем до Гамес. Что такое Дагамес? Дагамес, прежде всего, это Лазаревский район. Чем хорош Дагамес? Дагамес, это прежде всего, как мы с вами уже до этого обсуждали, это прежде всего почти как адвер, это ровная поверхность. Если посмотреть географически, то до Дагамеса, кстати, я сейчас тоже сейчас обнулю все, посмотрю для интереса. Вот с Руси мы поехали, секундочку, я обновляю. И посмотрим, сколько мы километров намотаем. В общем, мы поедем с вами в Дагамес. Дагамес в целом, он находится ближе, чем Адлер. Здесь должно быть отсюда не больше 12-13 километров. Сейчас мы проверим. Мы выехали с вами на Виноградную улицу. Это кто приезжал в Сочи лет 5-6-10 назад, эта улица знакомая. Сейчас мы с вами едем по району Новой Сочи. И с вами посмотрим, да? Время 16.08. В воскресенье, 4 часа. И сейчас нам будет видно. Загружена трасса, незагруженная. И заодно я своей доченьке и папе покажу экскурсию. Что же такое Дагамес? Мне вот в Дагамесе одно место не нравится, когда едешь в центральном Сочи. Это поворот на Сергея Поля. Там обычно всегда пробки. Но если возьмем тот же самый Адлер, то в Адлере такая же ерунда по большому счету. Там тоже попадаются у нас пробки. Поэтому давайте все-таки посмотрим, сравним Адлер и Дагамес. Чем примечательен Дагамес? В Дагамесе, конечно, цены на недвижимость такие же, как и в Сочи. Но в Дагамесе, сейчас повторюсь, ровная горизонтальная поверхность. Поэтому, кто не любит горы, конечно, там интереснее жить. Сто процентов. Вот сейчас у нас мусоровоз остановился творчески. Видно, какой запах-то был, да? Почувствовали запах? Обалденный запах. Сразу Орск вспомнил. Прям вот я не могу. Еду, прям Орск вспоминаю. Ну да ладно, едем дальше. Это родное такое. Да-да-да. И давайте мы с вами посмотрим, да? Смотрите. Если мы едем направо, мы попадаем у нас на улицу Донская, да? Если мы будем ехать прямо, мы упремся в торговый центр Моримол. И в конце концов, а если чуть левее уйдем, то мы попадаем с вами, как мы уже сами рассматривали, это стройка ФСДшная 1-2-3. Это мелодия леса, которая идет не ФСДшная, которая уже построена. И мы там попадаем на взвокзальный район, где у нас все стоят Альпики. И давайте теперь посмотрим. По Виноградке у нас стоит дом, да? Вот смотрите, бельненький домик стоит. Это тот же застройщик, что построил мелодию леса. Поэтому, как бы, уже продажи открыты. Я скажу даже больше. Там уже продаж осталось очень мало, потому что в целом хороший район. И здесь в основном будет все на перепродажах. Здесь будет, как говорится, если вы сейчас слушаете, моя мама, она скажет, там все квартиры разобрали спекулянты. Здесь немножко называется по-другому, да? В социализме это были спекулянты, кто купил подешевле, а продал подороже. А здесь это называется инвесторы, потому что они рискуют своими деньгами. Ну, конечно, немножко привирают. Если застройщик нормально, адекватный, если документы все целые, то никто ничем не рискует. И вот смотрите, у нас налево мы уходим на улицу Санаторную, да? С другой стороны, где у нас есть Романовский. Поэтому, как бы, на пляж попадаем, именно на пляж Санта-Барбара. А мы с вами едем дальше. Вот в этот район мы с вами еще не заезжали. Поэтому мы едем, 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 едем. Район Мамайки. Сейчас останется с левой стороны. И, как бы, сами посмотрите, ваш этот район или не ваш этот район. Вот здесь, если с заправкой мы повернем с вами направо, то там мы попадем с вами, вот сюда, если мы поднимемся с правой стороны, вот туда дорога, мы с вами попадем в спортзал, куда у нас ходит Паша. Хороший, классный спортзал. Вы платите за абонемент за полугода 25 тысяч рублей и выходите в этот спортзал, так скажем, как бы за этот абонемент. Но эти деньги вы не просто хороните, а эти деньги, они у вас на депозите. Вы можете покупать соки, коктейли, протеины, БЦА, там, не знаю, там, ЕБЦ, не знаю. Ну, я не знаю, я не разбираюсь, никого в жизни не принимал такую ерунду. Поэтому, получается, по сути, вы ходите в спортзал бесплатно. Вы платите за депозит, пользуясь дополнительными услугами. Массаж там есть, обычный массаж. Кто сейчас сразу вопросы будет задавать, какой массаж. В общем, мы едем, да, проехала хорошая приора, у которой звук там, который очень сильно долбит, так скажем. И мы, 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 мы едем чуть-чуть-чуть дальше мы едем. Тоже подъезжаем тоже у нас. Развилка, да, есть у нас на Адлер возможности, но мы едем с вами на Джубгу. Так как мы едем в Лазаревский район. И первый район от центрального Сочи, это как раз будет Догомыс. Что в Догомысе хорошего, интересного, помимо того, что он ровный? Там цены на жилье одинаковые. А вот, например, цены, например, на резину, вот как мы смотрели, анализировали, на резину цены дешевле. При этом цена, например, на продукты иногда тоже дешевле, более такая гуманная. В Догомысе, опять же, есть школы, хорошие школы, есть детские сады. В общем, для ПМЖ довольно-таки неплохой вариант. Хотя и неплохой вариант для тех, кто хочет просто отдыхать. Там вот пляжи хорошие, ровные, да, чистенькие. Единственное, что там, конечно, галька крупная, да, как я подчеркивал видео, скорее-то, маленькие булыжники. Но в целом зато чистенькое, хорошо, классно, комфортно. Мы сейчас с вами проехали вот до этого выезда уже 5 километров. И вот у нас здесь до Догомыса, что хорошо, у нас две полосы. Две полосы в одно направление, две полосы в другое направление. Такую бы всю дорогу у нас до Туапсе, и цены бы ей не было. Как вы понимаете, дороги хорошие, комфортные. Только на Короле едет, как на Короле. Очень интересно едет, может боиться заблудиться. Поэтому пришлось мне его... Это называется не обгон, а опережение. Обгонности мы выезжаем на встречную полосу. Здесь ремонт дороги. Значит, дорога будет еще лучше. И давайте наша экскурсия, наша экскурсия по Большому Сочи продолжается. Чем хорош еще Догомыс? Да тем, что очень много зелени. Вот, посмотрите, очень много зелени. Это еще один большой плюс, надо ровным Адлером, потому что Адлер сейчас в районе села Веселая. Ой, повернулся, да? Шнурок. Если мы рассмотрим Адлер именно Веселая, то мы увидим... Непонятно, как я поехал. То мы там увидим очень сейчас скудную растительность, потому что там все, в принципе, вырубили. И смотрите, смотрите, налево у нас Лазурный берег, про который я вам очень много рассказывал. И направо у нас Сергей Поля. Вот здесь Лазурный берег считается одним из самых престижных сейчас, один из самых очень престижных застроек. И как бы там трехэтажные дома клубного типа. На самом деле, как бы, цена за квадрат за один год возросла с 50 тысяч рублей до 170. Это, конечно, просто кто-то, кто туда вложил свои инвестиции, но он просто оказался не просто в шоколаде, я не знаю, там, в белом шоколаде. Вот мы с вами сейчас переехали у нас в Сергей Поле. И потихонечку мы с вами подъезжаем уже к Дагомысу. Мы сейчас с вами проехали от Санатория Руси 7 километров. А температура у нас 33 градуса. И движение наше заняло 11 минут, да, если не ошибаюсь? Да, 11 минут. 12 уже почти. Еще раз напомним, что здесь такого хорошего и примечательного есть. Во-первых, здесь есть самый дешевый объект в городе Сочи. Это ЖК «Монарх», который сейчас на стадии котлована. Там можно купить квартиру за 680 тысяч рублей. Квартира будет готова в конце этого года. Дальше что еще такого интересного есть? В Дагомысе на первой береговой линии идет стройка такого комплекса, который называется «Солнечный Дагомыс». Это стройка по федеральному закону, соответственно, льготная ипотека от Сбербанка по 12% годовых. По 12, да, если не ошибаюсь. И что у нас такого там еще хорошего, примечательного? Это у нас хорошая, еще раз повторюсь, ровная поверхность. В Дагомысе еще есть хорошая стройка одна. Ну, как хорошая, она мне не нравится, но она есть. Это у нас, получается, «Каравелла Португалия». Тоже по федеральному закону строится. Вот мы сейчас туда, в принципе, хотим и доехать, потому что я там был на протяжении двух недель, но ничего я там не видел. Может быть, сегодня что-нибудь увижу. Если «Солнечный Дагомыс» будет сдан уже через полгода, уже можно будет жить и получать удовольствие от города Сочи, да, то в «Каравелле Португалии» вы начнете жить, наверное, годика через четыре. И то не факт. Годика через четыре будете жить. Поэтому давайте все-таки проедем Дагомыс. Еще там тоже есть несколько строек, но они менее интересные. Еще раз повторюсь, интересный это «Монарх», это «Солнечный Дагомыс». И если кого-то интересуют дома, которые уже сданы, это у нас на Гайдаром. Есть у нас тоже ЖК, который уже построился. Его же у нас, ну, как бы этот же застройщик сейчас строит ЖК «Монарх». Когда вы смотрите объявления про «Монарх», там чаще всего показаны квартиры, показано все так красиво и классно, но на самом деле вы видите это Гайдаром. Просто в объявлениях как бы позиционируют как того же самого застройщика, поэтому будет почти то же самое. Ну, теперь, наверное, вам понятно, да, почему я не люблю Дагомыс и Адлер. Да, у нас, получается, вот такая пробка образовалась. Я, конечно, как половина местных могу здесь тоже сейчас взять и выехать, либо направо, либо налево, но я хочу показать дорогу для тех нормальных, кто будет покупать себе квартиру в этом районе, и именно, как бы, проеду по пробке, как положено, отстаю свое. В общем, как-то так. Вот видите, сейчас там джип один обогнал, да, здесь вы видите с левой стороны поворот налево. Но, в принципе, по правилам дорожного движения, в принципе, штраф небольшой – тысяча рублей, если будут горячики стоять. Но все равно манерво считается опасным. Опять же, видите, какая широкая дорога, да, если мы посмотрим с правой стороны. Я думаю, что здесь можно было две полосы сделать с умом, и тогда проблем бы не было. Но пока... Пока не особо интересно. Все-таки давайте я возьму левее, потому что здесь мы можем двигаться по этой полосе, и там мы сейчас будем перестраиваться, я думаю, нам с большим удовольствием уступят. Ну, или с небольшим удовольствием. Кстати, чем примечательен кабриолет? Сейчас проезжала девушка на красном Audi, да, тоже на кабриолете. Она с большим удовольствием нам посигналила, потому что, по сути, все равно без разницы кабриолет это Audi, BMW, Mercedes или, там, не знаю, там, Renault, Peugeot, все равно как бы это машины, которые вызывают улыбку и такую маленькую-маленькую зависть. Ну, в Сочи, да, сейчас 34 градуса. В принципе, мы едем в кабриолете, у меня дочка вроде не сильно устала, не сильно умерла. Да? Она сегодня скромничает. Вот на шестерке, вот как он маневр повернул, вот видите, там через две сплошные линии, я бы, конечно, его не пустил. Дело принципа. Потому что тот, кто сейчас спустил на Ниве, да, его, он его сам провоцирует на что? На нарушение правил дорожного движения. Здесь, если нету поворота, да, вот вы видите разметку, ну, зачем таким водителям давать дорогу? Ну, это просто, получается, им делать медвежью услугу. В следующий раз, если будут где-нибудь сбоку стоять хорошие классные гаишники, краснодарские, здесь есть, они его лишат просто прав и все. Поэтому, не знаю, как сказать, каждому свое, но я вот какие-то варианты, или вот как сейчас вот встал, да, у нас на, вот, тоже на Митсубиси, я бы тоже такому деятелю дорогу бы не уступал, потому что он взял и просто так, ни с того ни с сего, решил, взял с Абхазии и решил повернуть налево через две сплошные. Я такие маневры, ну, не одобряю. Так, дорога занимает нас уже 18 минут. А для тех, кто едет на машине, едет на газу, да, так скажем, как нас обычно, я тоже на газу ездил, нас называют нищеброды, но я считаю, что мы просто боремся за экологию, поэтому мы ездили на газу, сейчас я езжу на бензине. Газ здесь стоит в городе Сочи 19 рублей. Газ стоит 19 рублей. В принципе, газовые заправки есть. Есть и в Адлере, и в Центральном Сочи, и есть в том же самом Дагомысе. И мы пока ехали по трассе Орск-Сочи, у нас как бы ни разу не было проблем с тем, чтобы заправить газ. Сегодня приехал мой друг Алексей, и он посмотрел, обиделся за то, что нет парковочных мест, и взял сейчас и уехал в Абхазию. Я думаю, с ним через 4 часа созвонимся и узнаем его впечатление об Абхазии. Он тоже как бы доехал с Сочи до Орска, ой, с Орска до Сочи, и говорит, что проблем все-таки не было. Да, газовые заправки есть. На трассе газ колеблется от 14 рублей, и самый дорогой газ, это, конечно, в Сочи, это 19 рублей. Ну, если и бензин не дешевый. Ну, и вот так вот мы потихонечку ползем, ползем, ползем. Повторюсь, если видно правую сторону, было бы желание, можно было здесь тоже немножко взять и как бы расширить, если с правой стороны немножко снести, да, эти плиты, то можно было сделать спокойно в эту, ну, как бы в эту сторону направление в 4 полосы. Если честно, так тяжело ехать на правом дорожном движении, ну, я думаю, надо ехать, никуда не торопимся. У нас такая, своего рода, прогулка. Ну, и опять же, как бы, по просьбе моих подписчиков продолжаем знакомить с Большим Сочи. Мы проехали остановку, называется-то лестничество. Кстати, а видите, да, что у нас, в принципе, с правой и с левой стороны нас никто не обгоняет, никто не лезет. В целом, значит, здесь все, как бы, так скажем, так скажем, жильцы и гости уже, наверное, привыкли к таким дорогам. Смотрю, потому что никто не ломится никуда. И мы с вами проехали уже от санатория Русь 9 километров. Ну да, что-то, смотри, мы еще долго будем ползти. Еще раз повторюсь, это 16-28. Я завидую немножко мотоциклисту. А, вот, только вспомни. Вот местный четкий парень на приоре решил всех порвать. Ну, его право. Ну, вот, еще и местный же на Митсубиси, да? Все, вот, за этим поворотом будет гораздо проще. Я, наверное, вам не буду сейчас объяснять, да, что, если вы решили с города Сочи доехать до Лазарецкого, самый лучший вариант, это, конечно же, по ЖД путям. Лучше вам долететь, лучше вам доехать, на чем, правильно, на Ласточке. Потому что вот так вот по дороге вы будете ехать очень-очень-очень долго. Особенно, если вы едете по дороге Сочи-Туапсе, вы, когда проезжаете Лоу, когда проезжаете Лазаревск, когда проезжаете Дагомыс, там прям в единице тянутся туристы. И получается, именно по пешеходному переходу. И им волей-неволей уступаешь дорогу, и поэтому получаются такие вот пробочки. Наверное, видно спереди, какая пробка. А, там хорош такая авария. Мотоциклист как раз, я думаю, да, вот сейчас мы увидели аварию, поэтому, наверное, много чего я им наговорил. Вот опять у нас местные пытаются проехать. Я бы его, конечно, там не пустил бы принципиально. Ну да ладно. И сейчас моя дочь еще немножко снимет видео, как мы едем. Да, с машины снимет, как это примерно происходит. Держи. Только поверни его правильно. Все, мы въезжаем в Дагомыс. Поснимай нас. Только так переверни телефон нормально. Поснимай. Конечно. Я снимаю. Отлично. Дочь взяла телефон, я постараюсь сделать небольшую вставочку. И вот мы сейчас едем. И мы въезжаем в тот самый Дагомыс. Вот про что я вам и говорю. Один дебил взял и решил через две сплошные проехать, другой, соответственно, не знал и все. Оказал только медвежью слугу. Поэтому еще раз говорю. Я не пропускаю через двойные сплошные не потому, что я там вредный или еще что-то. Потому что я не хочу как бы подвергать чужую жизнь. Ну вот папа видел, да, что получилось. Видно, что две сплошные пересек. Он решил в прилегающей территории слева заехать. И в итоге вот такая ситуация получилась. А воитель молодого цикла, он-то, с одной стороны, прав. Он знает, что есть сплошная линия. И ни в коем маневре он не ждет. Конечно, он, скорее всего, по левой стороне спокойно ехал и всех обгонял. Дагомыс ходит у нас в Большой Сочи. Поэтому, видите, дороги тоже хорошие, классные, обалденные. И мы продолжаем экскурсию. Это у нас и есть город, грубо говоря, поселок Дагомыс. Залез на свой ряд. Ну, там движение правое и налевое, да, ничего страшного нету, но... И давайте все-таки мы с вами повернем. Я покажу вам домик, который у нас сдан. Этим застройщикам. Вот, смотрите. Давайте мы вот так посмотрим. Это у нас идет ЖК на... Гайдар, Гайдай. Сейчас я вспомню. Сейчас я вас введу в заблуждение. А, Гайдара все-таки. Вот он, смотрите. Домик сдан. Но цены у него, вот, в этом жилом комплексе, такие же, как, например, в жилом комплексе, в том же самом, например, ну, в центре города, например, в том же самом, как в мелодии леса. Вот так мы все поворачиваем. И мы сейчас с вами увидим у нас классную стройку, где будут самые дешевые квартиры. Все, Настя, хватит снимать. Немножко поснимали. Ну, что-то считается ровная поверхность. Ну, относительно ровная. Сейчас, секундочку, подождите. Секунду. Вот, смотрите. Вот это у нас уже, мы, помните, с вами прям буквально три недели снимали, здесь ничего не было. Здесь уже, у нас уже залиты сваи, уже сделал фундамент. И вот здесь у нас вырастет, да, все правильно вы говорите, здесь у нас вырастет ЖК Монарх. Вот, получается, буквально до трассы, здесь 200 метров, наверное, не больше. Вот такие в округе красивые, классные домики. Это моя дочь, дочь, помахши ручкой. Вот, видите, это моя классная машинка. И вот, видите, вот уже все здесь готово. Здесь будет ЖК Монарх. Цена квартиры здесь от 690 рублей. Хороший застройщик, поэтому можете сюда вкладываться. Я рекомендую. Как бы здесь, вот он газ, смотрите, вот с этой стороны, да? Вот он, смотрите, газ туда идет. Вот, поэтому здесь будет индивидуальное газовое отопление, здесь будет электричество, здесь будет хватать и света, и все. Да, здесь все это есть, поэтому рекомендую. Это мой папа. Через три дня уезжает, аж бесит, бросает меня здесь одного, как сироту. Все, папа, поехали дальше. Ничего, здесь смотреть нечего. Ну, просто давай технологию можешь посмотреть. Ну, именно здесь вот так вот идет. Скажи, Сережа, покупай. Да, сегодня папа говорит, Сережа, покупай, за что 90 рублей, как ты любишь. Все, давайте, поехали дальше, немножко посмотрим. Еще раз поставлюсь ЖК Монарх. У кого-то, если возникнут вопросы, кто-то захочет купить, обращаемся ко мне. Все, пристегнулся я. А то в каком-то из видео у меня там, вот, там, не пристегнутый. А? Папа, конечно, тоже пристегнулся. Папа у меня вообще всегда пристегивается. Мне сразу напоминает Камызяков. Пап, ты что, всех гаищиков, что ли, боишься? Ты что, пристегиваешься? Поэтому... Главное, не съехать правильно. Мы разворачиваемся и едем, да? В принципе, здесь с третьего этажа будет довольно-таки неплохой вид. Я вам сразу говорю, потому что мы примерно отходили с парнями и видели, хороший здесь будет вид. И мы с вами едем, едем. Опять в обратную сторону. Дорога, конечно, узкая. Вдвоем будет здесь тяжело разминуться. Но я думаю, здесь кто-нибудь что-нибудь придумает. Ну, да, карман, но я думаю... Я думаю, из-за того, что там маленькая площадь застройки, там, скорее всего, все машины понатыкают, будет немножко некомфортно. Но я повторюсь, это жесткий эконом. Поэтому охота взять более такой поприличный, надо выкладывать немножко больше денег. Еще раз повторюсь. Квартира в городе Орске однокомнатная стоит 800 тысяч рублей. Здесь квартиру сейчас можно купить за 690. Но это Сочи. Это не, так скажем, не ваш город, в котором вы сейчас живете. А Сочи очень много дает энергии, сил. А у меня она еще много и отнимает. Пропущу я сейчас машину, и мы поедем дальше. Пропускает какая хорошая, красивая девочка. Хорошо, поблагодарим ее. Плюсим аварийку. И давайте проедемся дальше. Вот на остановках. Вот тут проходит вся трасса. И мы немножко еще проедемся по главной дороге в Дагомысе. И вот здесь я с вами развернусь, потому что мы сейчас зайдем на еще одну классную стройку. Развернулся я по правилам, как вы уже увидели. Смотрите, какой спереди классный, обалденный вид. Потрясающий вид. Все, едем с вами чуть дальше. Здесь, видите, с парковками немножко попроще, получше, да? Поэтому у кого парковка стоит на первом месте, у кого принципиально, рекомендую вот именно этот район. С левой стороны у нас речка. Ну, подобие речки. Папа говорит, где моя удочка? Пошли на рыбалку. Да, как елшанка, все правильно. И давайте с вами проедемся чуть подальше. Раблиц, конечно, стоял. 35 градусов. Опаньки, да. И куда мы с вами приехали? Да, да, да. Куда мы с вами приехали? Мы приехали с вами на стройку, да? Здесь у нас будет построен обалденный классный комплекс. Я просто даже завидую тем людям, которые будут здесь жить. Здесь будет потрясающий комплекс. Я прям был здесь месяц назад. Здесь цена сейчас очень привлекательная. Давайте я вам коротко покажу, что это у нас будет. Вот, смотрите, здесь будет жилой комплекс «Солнечный догомыс». 18-этажный многоквартирный жилой комплекс бизнес-класса. Он строится по федеральному закону 214. Соответственно, можно здесь взять этот комплекс по люготной кредитной программе, по ипотечной программе от Сбербанка. Страхование сделки происходит, да? Дом будет сдан у нас 3 августа 2017 года. Это ровно через год. Застройщик ООО «Сочистрой». Генеральный директор у нас Типаносян. Сейчас опять. А почему опять не русский застройщик? Да покачено. Много вопросов задаете. Ну, строится так. Все, давайте вот мы сейчас посмотрели. Вот там строится. Я могу сказать, что он быстрее построится, чем у нас все остальные вместе взятые. Если вам нужна федеральная стройка, если вам нужна ПФЗ, если вам нужна ипотека, если вы хотите первую береговую линию, если вы хотите просто ровный классный участок, то, конечно, вы должны купить именно здесь. Вот здесь. Давайте я покажу вам планировки. Прямо выйду, не поленюсь, чтобы как бы и вам было проще, и мне было проще, да? Давайте. Давайте я вам покажу. Вот смотрите, квартиры у нас здесь, получается, будут у нас 33 квадрата, 31. Ну, сразу видно, да, что сделано больше все для отдыха. Это будут все студии. Будут студии именно с... У нас, получается, студии будут с балконами. Есть, конечно, и 75 квадратов, есть 57, да, вот угловые квартиры, папа мне показывает пальчиком. Я считаю, что это квартиры самые лучшие, они пользуются спросом. И вот такой вот, смотрите, в целом будет такой красивый, классный домик. Вот, хороший, классный домик. Поэтому, смотрите, охота вам студию для летнего проживания, да ради бога, вот 30 квадрат. Охота вам на ПМЖ, берите 43, 57, 75. Хотите сделать по-умному, как бы сделал Максим Коломейцев, берите вот эти две. Можно легко объединить, можно в одной жить одну сдавать, родственники приехали ее же сдавать. В общем, по-разному можно. Я могу сказать, что вот эти квартиры, они легко продадутся потом на вторичном рынке, чем вот эти квартиры. Я могу вам сказать со 100% уверенностью. Я бы взял бы либо вот так вот, либо так, либо так, либо вот так вот. Все, к примеру, я в одной квартире живу, приезжает ко мне папа с дочкой. Я беру просто и просто говорю жильцам все, как бы заранее обговариваю. И все. Никто не в обиде. И получается, как бы со мной родственники живут, и меня при этом не напрягают. Давайте все-таки мы немножко посмотрим настройку, как она идет. Я могу сказать, что здесь был месяц назад, только был цоколь. Здесь, смотрите, уже построен первый этаж и уже второй этаж. В августе месяце он реально будет сдан. Надеюсь, здесь собак нет. Вот оно, смотрите. Будет здесь подземная парковочка, здесь все будет. До моря здесь, если я не ошибаюсь, вот видите, там вот сверху у нас санаторий стоит. Здесь до моря не больше 100 метров. Здесь будет дорога, вот с правой стороны, и все. В общем, до моря здесь будет идти не как я вчера в Романовском шел, по полосе препятствий. Будет здесь нормальное, хорошее, комфортное. Настя, не играй в этот, как его, в ванильку. Не надо себя фотографировать, а то превратишься, будешь как папа, как я. Ну что, едем дальше, да? Едем, едем, едем дальше. Уже же не записывай. Нет, что записывать? Еще раз повторюсь, мы с вами сейчас были на стройке, которая называется Солнечный Дагомыс. Хорошая федеральная стройка. Хотел вам еще показать здесь классную скульптуру. Вот сюда, видишь, папа, если, смотрите, давайте немножко развернусь. Вот сюда, если уехать, вот сюда, или уйти, вы попадете на море. Вот там хороший санаторий, и там обалденный пляж. Вообще здесь территория санаторий была. А вот, 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 я вам сейчас потом покажу. Вот он, вот он, этот мужик, черномор, смотрите. Вот он, этот мужик, просто его не видно. Вот, это осталось от старого санатория, видите? Вот. Все, много здесь пыли. Поехали с вами в другую сторону. Заметили, да, идет стройка, а все равно все чистенько, хорошо. Это говорит о том, что застройщик хороший, порядочный. Поэтому давайте пройдемся дальше. Кстати, я ссылочки внизу прикреплю, которые все мы с вами посмотрели, объекты, которые смотрим, да? Я вам ссылочки прикреплю. Это и на ЖК, на Гайдара. Это и стройка, которая у нас называется ЖК Монар. И, конечно же, у нас мы посмотрим именно Фейзвешн стройку. Это Солнечный Дагамес. Вот трасса вы сами видите, да, буквально 20 метров, и мы все, уже с вами на трассе. Поэтому транспортная развязка просто супер. Идем с вами дальше. Хотел с вами еще на объект заехать. Хотел бы еще заехать, но, наверное, мы заедем туда. Смотрите, если мы увидим направо, направо, там оздоровительный комплекс Дагамес. Вы просто даже не представляете, какой он классный, этот комплекс. Он просто обалденный. Там все супер. Такой маневр делать нельзя на перекрестке. И мы едем дальше. Здесь, смотрите, старый фонд. Тоже вам сейчас покажу. Здесь тоже можно приобрести квартиры. Кстати, здесь есть в одном из таких комплексов квартиры есть с ремонтом за 2 миллиона рублей. Уже вместе с мебелью. Вместе с мебелью. Вот именно в этом доме. Если вопрос возникает по старому фонду, пишем в личку. И я вам пришлю фотографии. Образовалась небольшая пробка. Светофор для пешеходов здесь. Ни для перекрестка. И мы с вами едем дальше. Дайте секундочку мне телефон. Телефон. Сейчас мы пройдем с вами прямо. Если я не ошибаюсь, мы тоже попадем на ряд интересных объектов. Да. Держите телефончик. Я прав. И давайте с вами посмотрим еще объекты. Они, конечно, находятся подальше от моря. Настя, дай телефон, пожалуйста. Вот пару застройщиков еще. Строятся объекты. Но, как вы понимаете, они строятся очень долго. Что здесь хорошего? Тоже по федеральному закону. Здесь цена немножко высоковатая. Поэтому сейчас немножечко проедем. Я покажу вам, где здесь находится школа. Если мы посадим в монарх, здесь до монарха буквально 300 метров. И сейчас покажем вам, где школа. Хорошая здесь школа есть. И даже не просто школа, она идет в гимназии. Поэтому, чтобы было вам понимание. Смотрите. Вот здесь, получается, через дорогу, буквально там через метров 500, мы смотрели с вами федеральную стройку, которую называется Солнечный догомыс. Конечно, Солнечный догомыс гораздо интереснее по расположению, по парковке будет, по видовым характеристикам, по стеклам, в первую очередь. Поэтому... Значит так. И вот это у нас получается, что у нас строится. Это у нас строится жилой комплекс, получается, который называется Место под солнцем. Вы запоминаете, да? Место под солнцем. Выходной в воскресенье, поэтому не сможешь найти в отдел продаж. Давайте посмотрим дальше, что у нас есть. Этот дом уже построен. Цены ненормально высокие. Поэтому мне этот объект не особо симпатичен. Вот здесь еще одна хорошая такая здесь стройка. Чем она примечательна? Она примечательна тем, что она находится рядом с школой гимназии. Вот она, с левой стороны. Сейчас мы ее заснимем, проведемся немножко. Вот у нас здесь, с левой стороны осталось. Вот сейчас вам окажется с правой стороны, да? Здесь у нас школа-гимназия располагается. Здесь у нас строится хорошая, классная стройка у нас идет. Но, еще раз повторюсь, мое личное мнение, можете к нему не прислушиваться. Если вам охота близко море, если вам охота без пробок, без ничего попадать на федеральную трассу, если вам охота, чтобы ваш ребенок мог ходить сам на море, а не вы, чтобы его провожали, то, конечно, лучше вам выбрать тот вариант. Если все-таки охота именно, как бы, охота больше для ПМЖ, можно, конечно, этот вариант посмотреть, но я просто даже представить не могу, какие здесь будут огромные пробки, как здесь будет тяжело проехать именно, как здесь будет тяжело проехать, именно тогда, когда здесь, наверное, начнется школа. Потому что здесь, по сути, одна школа на весь район. И получается, это, опять же, она гимназия. Поэтому здесь все, кому не лень, все, кому не лень, будут себя везти. Сигналит, медленно я еду. Ничего страшного там нет. Там 20 километров. Да, там, тем более, скорость 20 километров должна быть. Поэтому давайте мы с этого района потихонечку будем выезжать. Едем с вами подальше. Едем с вами дальше.